бэйдбек би аулдок округа имбекши казахский район алматинская область заезжаю в село бэйдбек би недавно как раз на канале вышло видео про село бэйдбек ата только в туркестанской области а это у нас село бэйдбек би в алматинской области уже на въезде в село появились фонари дорожного освещения даже кажется есть тротуар дороги здесь широкие дома расположены в отдалении от дорог есть автомойки так разные кафешки вижу так магазины магазин руслан хоргост 285 километров турген 16 километров предлагаю по стандарту проехаться полностью по центральной улице а потом уже посмотреть само село то их она шашлык проезжаем пеноблок цемент есть двухэтажные сооружения проехали только что мечеть так же село бэйдбек би я думаю многие знают по названию маловодная довольно так скажем популярное и известное село в алматинской области прием металла бетон продают техосмотр есть вот с правой стороны строймаркет авто мойка с правой стороны и с левой стороны пошли двухэтажные многоквартирные как комплексы их тут очень много кстати говоря так ведется фото-видео фиксация на дороге ограничение 40 километров в час так я так думаю это и есть центр самого села здесь у нас есть базар куча магазинов азс вижу кафешки магазин хозяюшка арбузы и дыни продают на улице сегодня так жарко что камера даже перегревается так с левой стороны я так понимаю детский сад только что проехали все еще также продолжаются эти двухэтажные дома едем по кульджинскому тракту но я думаю в самом селе эта улица называется как-то по-другому так слева проехали еще один базар ахжол саудайе торговый дом айлан туэханасы слева и справа также можно наблюдать есть тротуар как видите данное село так прилично растянулось вдоль кульджинского тракта вообще где-то читал что это село образовалось как бы соединением двух сел ну или было одно село потом присоединили еще одно село из-за этого такое крупное село здесь получилось здесь сейчас слева проезжаем школу справа здесь готовят шашлыки тоже какой-то небольшой рынок все для рыбалки аптека карамель магазин береге строительные материалы продаются автошины автозапчасти есть с твой здесь с левой стороны даже кажется юрты делают еще одна zs и вот потихоньку выезжаем из села и на выезде тоже есть что-то вроде рынка добро пожаловать село байдвигби байдвигби аула возвращаюсь обратно в центр села посмотрим что то есть остановился вот у зданий школы на здании написано 1970 год сказали что изначально это было здание школы вот представлять школе ты уже почти сколько в зданию точнее 51 год а напротив есть что-то вроде небольшого базара вон там шашлыки делают продают арбузы дыней карта показывает здесь где-то за школой есть какие-то здания старые заброшенные видимо и небольшое озеро в данном селе школа не одна там где-то центре вроде еще одна есть может быть здесь две-три школы так на стенки написано хара хара жара кумыр уголь а слева здесь кладбище а вот и те заброшки которые были были видны на карте вот за вот этим забором а вон там уже само озеро небольшое такое озеро такое нормальное среднее туда же он на лодках катаются и рыбачат он там вот утки плавают кажется а там вот какие-то заброшки озеро территория очень большая вдруг оказался по ту сторону речки так сейчас вернусь обратно да что-то совсем не туда заехал окажется о вижу асфальт есть вот медицинский центр так повернул на улицу на которой находится детский сад здесь вот кажется еще одна школа вторая школа уже здесь и на карте я нашел еще одну школу средняя школа имени островского так едем дальше оказывается это улица си фулин на о еще двухэтажные дома по карте показывают что где-то здесь есть дом культуры и местный акимат также здесь прям какой-то большой лес есть а вот имя день от ее с правой стороны вот такая здесь вот большая территория типа что-то вроде площади здесь вот памятник есть там вот на той стороне магазин двухэтажный дом и сейчас позади меня тут еще церковь церковь океана стол тенниса би вермесе аппарат такима сельского округа байт бигби а тут вот находится храм а 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 очень красивый храм но к сожалению закрыт идем дальше получается тут между территорией храма и наденит и есть тропинка и сказали здесь парковая зона скажу честно это место сложно назвать парком в плане того что он больше похож на лес и честно даже немножко жутковато здесь одному гулять чем-то напоминает кстати говоря парк валматы забыл как называется но о парк баума примерно такой же здесь дремучий лес только там немножко сейчас ухоженно стало здесь пока что не знаю видимо ничего такого не планирует просто природа везде паутина кругом кстати говоря также еще и очень много мусора ну потому что нигде урн нету люди просто идут и выбрасывают также по карте показывает то что где-то здесь есть еще и стадион вот сейчас пытаюсь к нему выйти еще мне ранее сказали когда я заходил в парк будьте аккуратны не заблудитесь и вправду тут легко заблудиться в целом ну прикольное конечно место а вот видимо тот самый стадион тут большое футбольное поле есть и так ну и ну и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Спасибо за просмотр! Субтитры подогнали Симон 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 Видимо в свое время здесь был очень крупный колхоз У нас столько двухэтажных домов Субтитры подогнали Симон 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 Мне сказали, что в селе на данный момент одна мечеть только есть и вот строится вторая мечеть. Ого, здесь есть пешеходный подземный переход, только он затоплен. Прикольно, здесь такие есть торговые дома, ну в плане торгового ряда, крытые классно. Если кому надо, здесь даже есть банкоматы. Сделал большой такой круг и вернулся снова в сторону Мединитии. Классно сделали тут море зелени, пешеходные. А здесь, оказывается, находится местная больница. Вон там написано Емхана. Такое большое здание. Прикольно. Продолжение следует... Купил здесь арбуз. Сказали, возят из Туркестанской области. А в Алматы обычно продают копчегайские арбузы. Решил попробовать такой. Так, карта говорит, что где-то здесь есть еще одна школа. Да, еще одна школа. Видимо, начальные классы. Государственный детский сад. Сделала остановку в мечети. Смотрите. 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 Встретил здесь знакомых. Сказали, что сюда недавно переехали. Им здесь очень нравится. Что в городе немножко надоело. Что-то не то. То есть, они здесь купили дом. Теперь здесь живут. Сказали, детский сад государственный стоит 12 тысяч тенге. А частный сад стоит 20 тысяч тенге. Вот такие здесь цены. По поводу газа говорят, что газ сюда будет проводить в 2022 году. То есть, уже в следующем году планируют. А так, село растет, застраивается и развивается. Срочно продам дом. Кстати, также мне сказали, что здесь местные чаще это место называют маловодное, нежели Байдвигби. Продолжение следует... О, тут справа у кого-то подсолнухи растут. А на этом все. Спасибо, до скорой встречи и пока-пока. Увидимся.